Дорогие, всем привет! Меня зовут Авлия, и я рада всех приветствовать на своем канале. Я сейчас нахожусь в Стамбуле, и сегодня мы с вами пойдем исполнять одну мою небольшую мечту. Мы с вами поедем во дворец Топ-Капель. Для тех, кто совсем-совсем не в курсе, это такой достаточно величественный дворец, исторически значимый, и в нем там проживали различные династии султанов Османской империи. Ну а я конкретно являюсь фанаткой сериала «Великорепный век», так что если вы тоже смотрели данный сериал, то вам будет интересен очень этот выпуск, поэтому заболевайте себе что-нибудь вкусненькое, чаечек, копьёчек, берите вкусняшки, присаживайтесь поудобнее. И перед началом данного ролика прямо сейчас можете поставить мне лайк и подписывайтесь обязательно на канал, если вы этого еще не сделали. Давайте начинать! Поехали! Отель у меня был пока что не один из самых топовых. И, как мне кажется, было достаточно неразнообразное питание для завтраков, то есть каждый день было примерно все одно и то же, и могло там поменяться только горячее блюдо, к примеру, вместо сосисок порезанных был бы какой-нибудь омлет с овощами или вот что-то такое незначительное. И сам выбор, ассортимент был достаточно маленький. Достаточно по количеству предметов был сбалансирован питателем. Я им наедалась и не дала что-то с собой, например, делала какую-то бутерброд, забирала джем и потом уже могла вечером чай попить с тем, что я с собой взяла уже в своем номере. А здесь я уже собрана, готова, и давайте наконец-то отправляться в дворец. Добираться мы будем своим ходом, так как в последнее время Турция стала достаточно дорогой, и в Стамбуле такси очень какое-то баснословно дорогое, особенно если переводить на рубли. Это мое второе посещение Стамбула, и хочу отметить, что город достаточно грязный и очень шумный, что ни первое, ни второе мне вообще не нравится. Но очень классно, что абсолютно везде, через каждые 10-15 метров вы встречаете красивых, милых, как я их называю, турецких котов. У них реально мордочки какие-то турецкие. Мы с вами продолжаем наше путешествие и спускаемся в метро. Там мне нужно будет пополнить Istanbul Card. Это такая карточка, которой осуществляются все проезды в метро и в трамвае, возможно даже в автобусе, но в автобусе я не пробовала ездить. Также после проезда на метро мы с вами будем пересаживаться на трамвай и доплачивать снова 15 лир. Небольшой интересный факт для вас. Если, например, вы по Стамбулу будете передвигаться на метро, и вам нужно будет пересесть с одной ветки на другую, то при этом пересаживании вы доплатите снова 15 лир, то есть это работает не совсем так, как в Украине и России в метро. С площади Султанахмед до дворца Топкапы пешком идти примерно 10 минут, то есть достаточно близко, и мы с вами уже почти добрались. Вот здесь вот такая очередь, нужно будет отстоять, и потом куплю билеты. Билет купила, и сейчас возьму вот такой вот гид какой-то там будет, наверное, будет на русском. Гид бесплатный. В общем, получила я вот такой гид, и здесь нужно будет нажимать на какой-то номер, который будет соответствовать картинкам там или каким-то штукам, и он будет говорить. Здравствуйте. Добро пожаловать в главную журчушку Османская луна, построенный повелением Фадик Султана Мемеда с 1460 по 78 года дворец Топкапы. Фадик Султана Мемеда с 1460 по 78 года дворец Топкапы. С первых минут, как я попала на территорию дворца, я уже была поражена, насколько вокруг все красивое. Очень бросаются в глаза разнообразие растений, озеленение различных газонов, несмотря на то, что я посетила его зимой, это был декабрь. И могу только представить, каким дворец является людям, которые его посещают в более теплые солнечные дни, когда идет цветение. Наверное, это просто потрясающе. Но скажу, что в чем плюс того, что вы посещаете дворец, например, зимой, это в том, что людей намного-намного меньше. Их в целом и так много, да. Но я знаю, что, например, люди, которые приезжают летом или весной, они очень-очень-очень-очень долго ждут, чтобы вообще попасть на территорию дворца. И стоят в огромных-огромных очередях. А мне, честно, удалось попасть на территорию в целом с тем, что я ждала очередь на получение вот этого гида. Примерно минут 20, наверное, от силы. Так что это было супер. Очень все красивое, очень много различных мест. Вообще глаза разбегаются, непонятно, куда идти, что слушать. Пока не разобралась, но классно. На территории дворца есть несколько небольших музеев с различными экспонатами, одеждой и украшениями разнообразных султанов, султанж и их семей, детей. В общем, интересные моменты. И таких вот мини, назовем их так, музеев было много. И, честно, я зашла во все. И многие из них я для вас снимала. То есть весь сок, все главные классные экспонаты я для вас попыталась заснять. Так что наслаждайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Только что была в каком-то музее с одеждой различных султанов, шахзаде, что-то там даже от Хюрем было. Прикольно. Вроде как это прям настоящее с тех времен, с тех веков. Прикольно. Добавил субтитры создавал DimaTorzok 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 А это все столпились, чтобы посмотреть на легендарное огромное кольцо с огромным бриллиантом Хюрем Султан. Это как будто очень похоже, когда Султан выходил из своих покоев и смотрел на Стамбул. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Признаться честно, этих музеев было очень много и занимали они очень много времени. И поначалу я снимала для вас все супер детально и подробно, но потом я подустала и уже перестала так все досконально снимать. В общем, тут классно, красиво. Хожу, смотрю все, очень нравится. Субтитры создавал DimaTorzok Видите, тут потрясающий вообще шок! Субтитры подогнали Симон. Прекрасные виды. Прекрасные виды. Прекрасные виды. Прекрасные виды. Прекрасные виды. Прекрасные виды. из гарема точно поснимаю вход в гарем отдельный но мой билет покрывает его стоимость гарем это отдельная часть дворца где всегда жили только женщины сестры султанов мамы султанов жены султанов и наложницы а также вместе с ними жили различные слуги и евнахи которые обучали помогали и обслуживали всех в гареме гарем мне очень понравился у некоторых других блогеров которые рассказывали про топ копы я слышала что они советуют не покупайте гарем и только просто потратите лишний раз деньги там нет ничего особенного но как по мне побывать в топ копы и не посетить гарем это просто преступление ведь самом гареме по сериалу проходили все интриги все расследования все грязные делишки и это мне было очень интересно посмотреть и прочувствовать после этого момента мой телефон успешно разрядился и снимать уже было не нужно и я наслаждалась остатками гарема обязательно ставьте лайк подписывайтесь если вам понравилось это видео я с вами прощаюсь пока пока пока